Уважаемые зрители, пока вы не начали смотреть фильм, подпишитесь на наш канал. Увы, большая часть зрителей смотрит наше видео без подписки. А если вы подпишетесь и поставите колокольчик, вы поможете в развитии канала и съемках новых видео. Поддержать нашу деятельность можно через бусте. Ссылка в описании к видео. Парабеллум был давно опустошен, но он отрешенно продолжал стрелять из пустого револьвера. Перед глазами друг за другом проплыли лица отца, матери, брата, гора Масис. Такие спокойные и похожие друг на друга лики. Гурген Яникян. Эхо Немезиса. Семья Гурген Макартыч Яникян родился 24 декабря 1895 года в западноармянском городе Эрзурун. Вскоре же после рождения ему семью пришлось спасаться от массовой резни, в которой от рук османских палачей погибло около 300 тысяч армян. В 1895 году во время погромов в Хамидиане супруги Яникян были среди семей, бежавших из Карина в Карс, находившихся тогда в составе Российской империи. В шестилетнем возрасте, ненадолго вернувшись на родину, вместе с матерью он стал свидетелем чудовищной сцены, в результате которой мученической смертью погиб его брат. Это навсегда оставило неизлечимую рану в душе Гургена, с которой он прожил всю жизнь. Была зима. Во время побега один из малышей упал из повозки. Мать это заметила только через несколько километров. Взволнованная и растерянная, вопреки всему, она спустилась и пробралась через снег и нашла своего ребенка на обочине дороги, замерзшего. Мать начала разогревать его тело и руки. Он выжил. Выжил, чтобы пройти тяжелейший путь. Маленького Гургена родители увезли в Женеву, где он излечился от стресса и был определен в пансион. Там он успешно освоил французский. Затем Гурген Яникян продолжил образование в гимназиях Норнахичеване, армянское предместе Ростова-на-Дону, и Тбилиси, в Ичмиазинской семинарии. Поступил в Московский университет, но в начале Первой мировой войны прервал учебу и отправился на Кавказский фронт. Там Гурген вступил во вторую армянскую добровольческую дружину, действовавшую в составе русской армии на Кавказе. Отец, Макартыч Яникян, приветствовал решение сына. Ты отомстишь за наш народ, сказал он. Командовал второй армянской дружиной доблестный Драстамат Канаян, известный больше как Дро. Яникяна наградили Георгиевским крестом за подрыв турецкого арсенала. Некоторое время Яникян прослужил при штабе, там он откорректировал несколько карт Западной Армении, что помогло при наступлении русских войск Кавказского фронта. В 1915 году стоявшие у руля Османской империи млады турки Талат Паша и Энвер Паша организовали очередной и самый массовый геноцид армянского населения. 16 февраля 1916 года генерал Юденич взял Эрзорун. Яникян участвовал в освобождении родного города. В армянской церкви он обнаружил сожженные тела своих родственников, включая детей. После нервного срыва Гурген был госпитализирован и отправен на лечение в Тбилиси. О последующих 14 годах жизни Гургена Яникяна достоверных сведений нет. Новая жизнь Позднее Яникян выехал в Москву и получил инженерное образование в Московском университете на факультете архитектуры. Занимал ответственные должности в СССР. Участвовал в спасении голодающих Кавказа и Дона. Получил правительственные награды и в благодарность от Сталина в начале 30-х годов возможность уехать женой Шушаник в Иран, где царствовал Реза Шах Пехлеви. В Иране Яникян работал инженером-дорожником. В 1937 году он удостоился высоких правительственных наград за проектирование дорожной сети первого в стране металлургического комбината в тегеранском предместе Гередж. На заработанные средства он хотел создать фильм под названием «Драхт» или «Рай», о котором мы расскажем подробнее чуть позже. Замысел не получилось реализовать из-за начала Второй мировой войны. В 1941 году в ходе Второй мировой войны Реза Шах попытался отказать Великобритании и СССР в размещении их контингентов на территории Ирана. После чего 25 августа 1941 года советские и английские войска с двух концов страны пересекли иранскую границу. Было объявлено, что на весь период Второй мировой войны они берут территорию Ирана под свой контроль, а Шаху было предложено отречься от престола. В скором времени инженер Яникян руководит строительством стратегической дороги для стран антигитлеровской коалиции. За успешное строительство стратегической железной дороги правительство США предоставляет Яникяну американское гражданство. В 1946 году Яникян и его супруга вылетели во Францию, а оттуда – в США. Сначала они поселились в Нью-Йорке, затем перебрались в Калифорнию, в элитный район Беверли-Хиллз. Утративший возможность сделать фильм, Яникян не опускает руки. В США Яникян опубликовал несколько романов – «Триумф Иуды Искариота», «Рождество Христовое», «Голос Американца» и другие. Его имя в каталогах крупных библиотек США по количеству литературных и философских трудов среди армянских авторов на второй строчке, уступая Улиму Сараяну. Живя во Фресно, в Калифорнии, он проводит исследования в области истории народов и религий, совершает кругосветные путешествия, встречается с первыми лицами государств. Яникян был лично знаком с королем Греции Георгом II и королем Египта Фаруком. Гурген Яникян неодобрительно воспринял сближение США и Турции по линии НАТО. На основе своей книги «Рай» он хотел снять художественный фильм о геноциде армян, однако при вмешательстве правительств Турции и США его проект не был осуществлен. К слову, изобретательский талант Гургена тоже не дремлет. Созданный им прибор Янископ способен видеть предметы глубоко в земле. Своё изобретение он дарит правительству США, но просит предоставить прибор для поиска братских захоронений в пустыне Дейрель-Зор, где он хотел поставить памятник жертвам геноцида. Но правительство отказало ему, не желая осложнения отношений с Турцией. Немного подробнее расскажем о неснятом фильме «Рай», который хотел создать Гурген Яникян. О производстве этого тяжелого во всех смыслах фильма Гурген писал так. «Я желал создать фильм, который показал бы всему миру не только все зверства Османской империи к чужим народам, которыми она правила, но и отношения больших государств, что немаловажно геноциду XX века. Я хотел пробудить совесть человечества и наш дремлющий народ. В моем сценарии была кровь, но в меру. Не кровью я хотел показать всему миру то безобразное положение, которое мы имеем нынче, в частности в Соединенных Штатах Америки. Истина, справедливость, совесть и другие подобные ценности исчезли из нашей жизни. Скоро для того, чтобы понять смысл этих слов, людям понадобятся словари. В этом вопросе я был не один. Годы моего труда не прошли безрезультатно. Несколько чужестранцев выразили свою поддержку. У всех была своя личная, частная причина и личные мотивы участвовать в фильме Драхт. Рай. Согласно моему проекту, фильм должен был одновременно показываться в кинотеатрах столиц трех разных стран. И что самое главное, бесплатно. С билетами должны были раздаваться листовки, в которых подробно объяснялась бы цель всего этого и наши требования. Вернуть истинным хозяевам украденную страну. А также требования расплаты за 2 миллиона невинных жертв. Расплаты за геноцид. Я хотел поднять такой шум, что не только Америка, но и все человечество не смогли бы пройти стороной и оставить без внимания наши справедливые требования. Я хотел создать такую ситуацию, результатом которой должен был быть армянский Нюрнберг. Я хотел сделать это целью своей жизни и отдать дань своим личным утратам. Утратам моей нации. И остепенить Америку. Я уверен, если вопрос признания геноцида не будет решен заслуженным образом, то человечество исчезнет с лица земли. Армянский народ сегодня далеко не беспомощный народ, как это было в годы геноцида. Но простить ту организованную резню, которая осуществилась в Османской империи, когда 2 миллиона армян, 60% всей нации и 80% живущих в самой Османской империи было уничтожено, невозможно простить. Никогда. Когда я понял, что все окончательно пропадает, я стал искать способ показать миру, кто такой турок на самом деле. Три дня я не выходил из квартиры. Все время думал о возможном способе. Он был против крови. Но после всего, с чем пришлось столкнуться на пути гуманной борьбы, решил, что в этом сценарии без нее не обойтись. В мире происходит несусветная несправедливость. И только кровью ты можешь привлечь внимание людей. В 1972 году Яникян посетил дом музея Мартироса Сарьяна в Ереване и в том же году Анкару, чтобы присмотреться к реалиям незнакомой ему Кималийской Турции. С того момента Яникян тщательно продумывает каждый свой шаг на пути к цели. Яни Хан Года назад Яникян, как директор престижного проектно-строительного учреждения Ирана, часто посещал страны Среднего и Ближнего Востока. И на официальных приемах знакомился и дружил с разными королями, шейхами, министрами, сбежавшими из Турции революционерами. Их подписи он как память собирал на турецкой ассигнации. И теперь эта ассигнация обрела исключительную ценность. Он оглядел всю свою коллекцию картин и выбор пал на полотно итальянского мастера. Молодая гаремная женщина восточной бане. Подаривший ему эту картину богач рассказал, что эта картина в свое время висела в спальне султана Абдулгамида. Во время младо-турецкого переворота была выкрадена и продана. Вот и два ценных подарка, которые стоят десятки тысяч долларов и принесут честь любому музею. Для Турции они должны представлять особенную ценность. После этого 77-летний Яни Кян обратился в консульство Турецкой Республики в Санта-Барбаре под именем перса Яни Хана. Здесь Гургену помогло великолепное знание персидского языка и иранских традиций, который готов подарить Турции уникальную купюру с подписями знаменитых людей и некогда висевшую в спальне султана Абдулгамида картину итальянского художника. Он сфотографировал ассигнацию, полотно и отнес в посольство. Принявшему его вице-консулу сказал, что он состоит в дружественных отношениях с правительствами многих стран, удостоился их орденов и почетных грамот и нынче желает подружиться и с Турцией. И как начало этой большой дружбы он предложил им эти подарки. Вице-консул обещал фотографии подарков с соответствующими разъяснениями послать в Анкару для получения инструкций. После получения ответа они должны были договориться о формате вручения подарков. Гурген во время посещения Турецкого консульства в Лос-Анджелесе изучил расположение рабочих кабинетов, служебных помещений и нашел, что здесь осуществлять акцию нецелесообразно. Оставалось так заинтересовать турецких консулов, чтобы они встретились с ним вне консульства. Так что Яникян выдвинул лишь одно условие для вручения подарков. Процедура должна состояться под его кровом, дабы он смог как следует угостить дорогих гостей. Спустя некоторое время ответ был получен после рождественских праздников. В середине января турецкий вице-консул сообщал, что его правительство высоко ценит предлагаемые дары и немедленно по поручению их намеревается наградить дарителя правительственным орденом. Просьба позвонить в консульство и договориться о дне и месте встречи. Яникян позвонил утром следующего дня. Услышав его имя, секретарь мгновенно соединила его с консула. После взаимных приветствий и обмена любезностями, консул воодушевленно поведал о содержании официальной бумаги из Анкары и предложил немедленно условиться о встрече. Яникян только этого и ждал. Дверь моего дома всегда открыта для вас и вашего заместителя. Консул на минуту замешкался, потом мягким и осторожным тоном сказал. Ага, Яникян, поскольку мы уже друзья, буду с вами откровенен. По оставленному вами адресу я навел справки и выяснил, что в этом квартале Санта-Барбары живут люди среднего сословия. Вы же понимаете, какую авторитетную страну представляю я, и посему обязан быть очень осмотрительным в том, в каком квартале я наношу визит и кому. Велик был соблазн ответить дедовской руганью в адрес авторитетности, построенной на костях его народа. Но это Гурген оставил для другого случая. Желают подохнуть в богатом квартале? Пусть будет так. И весьма любезно рассеяло его сомнения. Я готов принять вас в любом месте, где бы вы пожелали погостить. В вашем городе есть шикарная гостиница Балтимор. Если вы не против, встретимся там. Прекрасный выбор, господин консул. Я часто останавливался с друзьями в Балтиморе. Значит, осталось только назначить день. Я сейчас листаю свой календарь. Единственный свободный день – это ближайшая суббота, 20 января. Удобно вам? Он уже хотел согласиться, как вдруг вспомнил, что 20 января – выборы президента страны. В этот день внимание всей Америки, а вместе с ней и всего мира, будет приковано к выборам. И его акция не получит нужного резонанса. Надо что-то придумать. Ваше превосходительство. К сожалению, в этот день один из моих влиятельных друзей женит своего сына, и мне предложили быть посаженным отцом венчающихся. Сказал и прикусил язык. Какая нелепость. Какой еще посаженный отец у мусульман. Но, слава богу, консул не обратил на это внимания. Тогда остается следующая суббота, 27 января. К сожалению, до этого все дни также заняты. Ну, считайте, что договорились. «27 января утром в 11 часов вас и господина вице-консула я встречу возле входа в Балтимор». Обенявшись, еще пара любезностей договорились в случае каких-либо изменений дать друг другу знать. Он повесил трубку и облегченно вздохнул. Смешно, что насчет его адреса пара спросили, а вот насчет него самого справок не навели. Куда девалась безупречная турецкая дипломатия? Эту сказку придумали его соотечественники, чтобы прикрыть свою бездеятельность. Нет, проведению угодно, чтобы его программа состоялась. Итак, Янекян пригласил в гостиницу «Балтимор» в Санта-Барбаре турецкого генерального консула в Лос-Анджелесе 49-летнего Мехмета Байдура и вице-консула 31-летнего Бахадура Демира. Впереди еще две недели. Гурген провел их как обычно. Встречался с друзьями, проводил с ними время, а по вечерам писал. Излагал побудительные причины своего поступка. Подробно описывал все цивилизованные средства и методы, которыми он всю жизнь боролся за армянский суд, но которые никакого результата не дали из-за нескончаемого американо-турецкого медового месяца. И объяснял, что ему никакого иного пути не оставалось. Он намеревался размножить написанное и за несколько дней до акции послать во все крупные средства массовой информации и соответствующие судебные инстанции. Ему часто приходилось сталкиваться с американским правосудием. И он был уверен, что во время судебного процесса власти сделают все, чтобы сфальсифицировать и скрыть подлинные мотивы его поступка. И еще он готовил серьезный призыв к молодежи своего народа последовать его примеру, поскольку мир иного языка не понимает. Брат Все мебель и имущество Еникян раздал своим близким, сказав, что перебирается в гостиницу, где есть все необходимое. И перебрался. Еще раз позвонив в консульство и удостоверившись, что ничего не изменилось, снял в Балтиморе роскошный этаж с окнами на океан. В Балтиморе и встретил он утро 26 января. Был бодр и энергичен как никогда. Последние ночи погибший брат уже не навещал его. Он спокойно спал. И этот день тоже провел как обычно, без волнений и беспокойств. Вечером послал по адресам последние письма и спустился к океану. Сел на берегу, и под мирный всплеск волн стал мысленно бродить по вехам своей необычной жизни. Что он должен был посвятить свою жизнь армянскому суду, решено было свыше, решено было самим его рождением. Причиной того, что он преждевременно появился на свет, а через несколько часов после рождения подвергся смертельным опасностям, были турки. В дни Гамедовской резни 90-х годов зарезали его дядю, брата матери. И беременная им мать, в горе и плаче, преждевременно родила его. Он остался жив чудом. В те страшные дни думать о священнике было невозможно, и мальчик остался некрещен. Отец наспех прочитал молитву и окрестил сына мальчиком резни. Через несколько дней персидский консул Эрзарума, друживший с его отцом, ночью навестил их и сказал, что резня предполагается поголовной. Их семью и родственников числом 27 человек повел и спрятал в конюшню рядом с персидским консульством. Новорожденный без конца кричал, а на улицах неистовствовали сфоры погромщиков, рыскавших в поисках спрятавшихся армян. Родственники уговаривали мать задушить младенца, чтобы его плач не выдал их. Но мать не сделала этого. Прижав младенца к сердцу, она вышла из конюшни и спряталась в винограднике. Через несколько месяцев зимой с помощью консула все уцелевшие члены их рода стали на путь беженства. Вышли морозной ночью и долгие часы прошагали по скрипучему снегу. Уже недалеко от русской границы вдруг обнаружили, что спеленатый младенец исчез. Упал с груди полузамерзшей матери и никто этого не заметил. Родственники уговаривали мать продолжить дорогу, но она и ее сын вернулись. Прошли несколько километров и по самому следу нашли полумертвого младенца. Своим дыханием и теплом тела вернул его к жизни брат. Его любимый брат Акоп. Тот брат, с которым годы спустя он и мать ночью тайком вернулись в Арзарум, чтобы взять спрятанные в конюшне их дома золотые украшения и документы. Брат стал копать землю и на шум явились два турка. Хладнокровно убили его и завладели всем накопленным их дедами богатством. С океана дул холодный ветер, но старик его не чувствовал. Не слышал и усиливающегося рокота волн. Все заглушал гудок поезда. Всю жизнь он боролся против насилия, против попирания больших и малых прав человека. То был принцип его принципов, ставший символом его веры. И сейчас, на старости лет, он вынужден попрать основной принцип своей жизни. Эта раздвоенность постоянно мучила его, всякий раз становясь причиной того, что размытый облик брата посещал его и призывал к решимости. Было без нескольких минут одиннадцать. Проснулся он ровно в девять. Позавтракал. Долго гулял в окрестностях гостиницы и теперь, стоя на своем этаже, обменивался улыбками со всеми, кто проходил мимо. А вот и консулы. После долгих и горячих рукопожатий, консул, наконец, разрубил клубок любезностей. «Я таким и представлял вас. Мой заместитель не зря восхищался вами. Какое прекрасное место вы выбрали для проживания. Всю дорогу мы восторгались солнцем и морем Санта-Барбары. Уверен, все живущие здесь так же молоды и бодры, как и вы. Посетив меня, вы навсегда останетесь молодыми. Но почувствовал, что подобные намеки могут испортить все дело и быстро добавил. Ваше превосходительство давно и не принимал таких дорогих гостей, как вы. Пожалуйте в мои апартаменты. Немного побеседуем, потом погуляем, а за обедом вы увидите, как умеет старый Яни Хан почивать своих гостей». В гостиной он как можно ближе подвинул друг к другу два кресла, чтобы мишени были близко. Он любезно предложил им кресло, а сам сел напротив, на диван. Вот полученное из Анкары письмо. Сразу же перешел к делу консул и протянул ему письмо. Он с удовлетворением прочел официальную бумагу, в которой ему было обещано два ордена. «А можно увидеть ту ассигнацию с подписями?» – спросил консул. «Конечно-конечно!» – он открыл портфель и вынул ассигнацию. Пока консул с любопытством осматривал ценные подписи, он смотрел на сидящие напротив мишени и думал, что более удобного момента не будет для того, чтобы завершить дело. Вот только почему он не чувствует никакой ненависти к этим голубкам? Ведь он должен их ненавидеть. Нет. Прежде надо разговаривать их, заставить снять маски вежливости. А что в них надежно укрыт Янычар, он не сомневался. Он не сегодня знакомился с турками. «Это бесценные сокровища, Янихан. А где то полотно итальянца? Я что-то не вижу». Вопрос консула он воспринял как сигнал к старту главного действия. «Полотно в Ереване». Дипломаты удивленно переглянулись. «Да, вы не ослышались. Картину я повез в Армению. И я никакой не Янихан. Я армянин, рожденный в Эрзаруме. В том городе, который должен был стать столицей моей страны. И в котором, благодаря вашему племени, давно уже нет ни одного армянина. Я услышал, что когда-то между нашими народами были разногласия. Но это было давно. Сейчас мы должны быть друзьями. Разногласия, говоришь? Вы вырезали два миллиона моих соотечественников. Присвоили мою родину. Ты это называешь разногласием? Ты, я вижу, недопонимаешь. Я говорю, теперь мы должны быть друзьями». От прежних голубков и следа не осталось. Сейчас перед ним сидели два Янычара, готовые в каждую минуту растерзать его. Это уже были знакомые ему турки. И в нем поднялась ненависть. С палачами не дружат. Но я должен поздравить вас. Вы первые турецкие дипломаты, которые наконец должны узнать, кто такой Негрук. Так знайте, так долго разыскиваемый вами и не найденный Негрук – это я. И сейчас я должен уничтожить вас. Ты мерзавец, грязный геавур! Захрипел вице-консул и, подняв стул, бросился вперед. Старик одним прыжком очутился у стола и взял в руки книгу. Турки на миг опешили и попятились. Они так и не поняли, как раскрылась книга, и в руках старика очутился револьвер. Парабеллум был давно опустошен, но он отрешенно продолжал стрелять из пустого револьвера. Перед глазами друг за другом проплыли лица отца, матери, брата. Гора Массис. Он протрезвел. Консулы валялись на полу в уродливых позах. Положил парабеллум на стол, вынул из-под газеты маленький браунинг и пустил по две пули в трупы. Сосчитал. Тринадцать патронов. Не много ли для двух турок? За такую расточительность ему бы здорово влетела Адро. Ничего. Я не скоб. Пробормотал он и взял трубку. Прошу вас. Сообщите в полицию, что в моем номере валяются два трупа. Суд. Уже год, как он в тюрьме. Все его расчеты оправдались, причинив ему и неслыханную боль, и чувство гордости. Судебный процесс, как он и ожидал, вылился в фарс. Не без влияния турецких сил суд отказался выслушать мотивы преступления. За шесть дней судебного процесса ни прокурор, ни судья не позволили ему и слово сказать о мотивах его поступка. И тем не менее он был доволен, что суд все-таки состоялся. А за несколько дней до суда его американский адвокат, благодаря своим связям, узнал у спецслужб, что Анкара послала в Калифорнию террористов, чтобы они убили Яникяна по дороге в суд. Турки страшились этого судебного процесса, боялись повторения известного суда на Телеряна, когда их чуть ли не с прапрадедами призвали к ответу. После многих заявлений его и адвоката власти лишь удвоили численность сопровождающего конвоя. Но тем не менее все на суде диктовалось и направлялось Анкарой. Яникян не признал себя виновным по двум обвинениям в убийстве первой степени. Хотя в ходе судебного разбирательства он открыто признал, что стал причиной смерти мужчин. Яникян настаивал на том, что то, что он сделал, было уничтожением двух зол. Он признался, что задумал план убийства в апреле 1972 года и тщательно реализовал его в течение нескольких месяцев. Уже через много лет после этого дела прокурор Дэвид Минье написал, «Оглядываясь назад, я сожалею, что не позволил доказать факт геноцида. Не потому что Яникян должен был выйти на свободу, а потому что самые темные главы истории – геноциды – должны быть раскрыты, чтобы их ужасы с меньшей вероятностью повторились». Армяне надеялись, что судебный процесс над Яникяном даст возможность доказать факт массовых убийств в суде. Пока еще есть выжившие свидетели, но окружной прокурор Минье с этим не согласился. Только Яникян выступил свидетелем геноцида армян в сопровождении своего друга и переводчика Арама Сараяна. В заключении он сказал, что убил турецких дипломатов как представителей правительства, которое убило его народ. Казалось, турок вновь победил. Он за решеткой, его почти признали виновным. Но нет. До этой операции написана им на 120 страницах историческая справка, которую он размножил и разослал по десяткам адресов, сделала свое дело. Вся американская пресса обсуждала его поступок. Ничего, что многие обвиняли и осуждали его. Естественно, турки не сидели сложа руки. Важно, что мир заговорил об армянских требованиях. Миллионы людей впервые услышали, что армянский народ подвергся геноциду, потерял родину. Турки были в истерической панике. Не знали, кому заткнуть рот. Как бы они не скрывали и фальсифицировали, как бы не угрожали расправой со стамбульскими армянами, они только расширяли сферу звучания вопроса. Самым большим утешением для Еникяна были письма армян. Писали со всех концов света. Рассказывали случаи из жизни своих родных. Выражали ему сочувствие и солидарность. Особенно воодушевляли его письма молодежи. Представителей власти страны, которая не желает признавать свои злодеяния, Еникян считал такими же виновными, как и тех, кто уничтожил полтора миллиона армян османской Турции. Он надеялся, что громкий процесс определит факт геноцида и в некотором роде повторит берлинский процесс Сагамона Тайлеряна. Но суд оказался совсем не таким, каким представлял его автор сценария. В июле 1973-го он был приговорен к пожизненному заключению. В тюрьме Еникян провел 11 лет. В 1984-м году в связи с плохим состоянием здоровья 88-летнего Еникяна выпустили. Турция заявила протест. Крепко же напугал пожилой армянский инженер турецких генералов. 28 февраля 1984 года Гурген Еникян отошел в мир иной. 12 выстрелов Гургена Еникяна не создали наш армянский Нюрнберг, что было его целью, но все-таки заставили мир вспомнить о трагедии армянского народа. Кроме того, они были услышаны и в пробудившемся армянстве. Вскоре после события 1973-го года появилась группа заключенного Гургена Еникяна, впоследствии известная как Армянская секретная армия освобождения Армении, или Асала. 5 мая 2019 года останки Гургена Еникяна были перевезены из США в Армению и захоронены в пантеоне Яраблур в Ереване. Эпилог Уже сидя в тюрьме и читая письма людей со всего света, одно письмо вызвало у Еникяна растерянность, так как начиналось оно со слов «Сын мой, дитя мое», писал автор письма, «как мне хочется поцеловать твое гордое чело». «Что это значит? Кто его, восьмидесятилетнего старика, называет сыном?» Продолжил читать. «Мой старый сын, тебе суждено было продолжить мое дело. После стольких лет, где же наши молодые?» Не выдержал, быстро перевернул страницу, чтобы узнать, кто автор письма, и было подписано «Шаган Натали». И глаза его повлажнели. Он знал, что армянский немезис еще жив. Субтитры создавал DimaTorzok